Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы сегодня с вами проводим депутатский час по другому вопросу. Вопрос, который связан с инвестициями, с возможностью принятия положения организационной деятельности на территории города Кенгисерска и Кенгисерсского района. И второй вопрос, это вопрос по проблемам на квартирных домах. О разработке положения организационной деятельности на территории города Кенгисерска и Кенгисерска и Кенгисерска. Ну, уважаемые коллеги, как мы все знаем, основной задачей любого муниципального образования является наполнение бюджета. Потому что бюджет это все то, что позволяет нам решать вопросы, которые стоят перед муниципальным образованием в текущей и другой деятельности. Вся эта деятельность касается, конечно, в первую очередь граждан, которые проживают на территории муниципального образования. И чем лучше качество жизни, тем лучше и граждан, и нам, представители образовательного муниципального чиновника по этим вопросам. На сегодняшний день у кого-то не возникает сомнения в том, что данный законодательный акт сыграл очень важную и значимую роль в развитии региона. Но данный закон, он имеет свои соответствующие ограничения. То есть для того, чтобы получить статус инвестора и соответствующие льготы, необходимо соответствующие финансированные. Там от 300 миллионов, я не буду перечитать градацию этого закона, но минимальный, как говорится, инвестиционный взнос, инвестиции, это где-то порядка 300 миллионов рублей. Почему? Вот такая идея, в общем-то, почему я все-таки решил провести депутатский час. И я понимаю, что есть как сторонники наличия такого нормативного локального правового акта, так есть, конечно, и сторонники. Значит, какие на сегодняшний день мы можем предложить нашим инвесторам, которые могут работать в нашем положении, какие преференции и льготы. Ну, по нашим оценкам, если мы не правы, то коллеги нас поправят, это уменьшение арендной платы за землю. Это один инструмент. Второй инструмент – это уменьшение ставки земельного налога. Ну, то есть, это в положении прописывается, инвестор на период реализации своего инвестиционного проекта освобождается частично от данных налогов. Это является финансовым инструментом, стимулирующим инвестирование в деятельность нашего муниципального образования. Ну, и, конечно же, третье положение, оно такое, будем говорить, лоббистское, в хорошем смысле этого слова, это юридическое правовое сопровождение бизнеса по оформлению документации и всего-всего-всего остального. Вот, в принципе, три таких направления, которые могут лежать в основе данного, так сказать, нормативного правового акта, в следующую возможность привлечения инвесторов. Какие приоритеты я, например, как на сегодняшний день, как глава муниципального образования, вижу, для кого могли бы мы в первую очередь, потому что я считаю, что не должно быть просто положение принятое, вот эти указанные льготы, и отходите и все делайте, да? Делайте, что хотите, то есть, стройте, что хотите и так далее. Но ясное дело, что все уже мы прекрасно знаем, на сегодняшний день город Кингисепп, столица Кингисеппского района по торговым площадям впереди всей Ленинградской области. То есть, у нас на сегодняшний день торговых площадей достаточно. Понятно, что таких инвесторов на сегодняшний день, может быть, потом, когда наш город станет больше, и потребуется в этом необходимость. Ну, это моя субъективная точка мнения, я не так и думаю, что она исключительная, может быть, я не прав. Но все-таки я вижу, в первую очередь, это инвестиции, как раз о чем мы будем говорить во втором вопросе, это проблема, да, в ЖКХ, инвестиции в ЖКХ, в первую очередь, и в вторую очередь, это инвестиции, так сказать, в благоустройство. В одно из этих направлений это парковки. Мы все прекрасно знаем, что у нас на сегодняшний день в городе это реальная проблема. Если инвестор приходит, встроит парковку, то мы можем ему вот все вот эти все вещи, так сказать, в конференции предоставить. Я, в принципе, вот сейчас смотрю в положение. Вопрос в сообразности принятия данного положения, вопрос, конечно же, ваш, в местном управлении. Честно говоря, документы очень емкие и весомые, и на территории Американской области действительно действует уже ряд нормативных актов, законов, которые были в этом деятельности. В принципе, вам не воскрешается разрабатывать свой нормативный акт. Вот, честно вам скажу, что половину посмотрев в это положение, мы будем очень серьезные обсуждения, потому что здесь затрагиваются вопросы имущественного характера, вопросы налогообложения и так далее и так далее. Вот я уже для себя здесь такие очень жирные восклицательные знаки поставил. Предложение, наверное, создать рабочую группу, провести юридическую экспертизу, антикоррупционную экспертизу, мне кажется, следует, прежде чем его обсуждать и, скажем так, задавать вопросы. Потому что сейчас, если мы начнем с доклада и с обсуждения по форме, мы можем целый день здесь сидеть и чертать очень много. Эта фраза, она уже становится смешной. Давайте поддержим малый бизнес. Так вот, как раз, если вот одна из форм поддержки малого и среднего бизнеса, возможность иметь преференции при инвестировании денег и средств в тот или иной муниципальный образователь. Инициатива давно уже шла по положению об инвестициях. Я считаю, что мы сегодня должны на самом деле поддержать тот слой среднего и малого бизнеса, который находится на территории инвестирования Минвестерского района. Мы сегодня видим, что практически 80% предпринимателей находятся в ситуации за чертой бедности. Да, и вести свой бизнес они практически не могут. Потому что у нас земля дорогая, налоги по земле дорогие, аренда земли дорогая, электричество вообще непомерно. И поэтому, если мы что-то не будем предпринимать, конечно, в жизни развития предпринимательства и малого бизнеса на территории инвестирования Минвестерского района не будет. А мое предложение поддерживают Александр Иванович и Елена Герлиховна. И на самом деле надо создать, наверное, более серьезную комиссию, отнестись к этому более серьезно. И попросить Дмитрия Владимировича, все-таки, принять участие в данной комиссии и посодействовать именно в правильной проработке данного положения. Поэтому мы должны оказать содействие. И это не обязательно должно проходить как предприниматель, скажем, в покупках. Это тоже поднятие сельского хозяйства. Это те же дороги, за спинарники, птицефермы. То есть распространить это полностью нужно, надеюсь, не сельский район. Жок, я считаю, что этот документ, который требует детальной разработки, на время которого должно быть достаточно потрачено, но принимать такой документ надо обязательно. Надо действительно собрать серьезных людей, грамотных, умных, которые правильно разработают это положение. А почему принимать надо обязательно? Вы знаете, оно какие-то коридоры узаконит. И станет понятно, как инвестору работать в этом законодательном моменте. Здесь будет понятно, какие правила игры. Для всех ясные, четкие, прозрачные, кристальные. Это поможет развиваться в Кингисовском районе. В Кингисовском районе. Да, мы до сегодняшнего дня как-то справлялись без этого положения. У нас Ледовый дворец построен. Каким-то образом это происходило, все равно инвестиции в Кингисевский район есть. Почему мы говорим о том, что надо детально прорабатывать? Потому что у нас, к сожалению, не очень много есть рычагов, которые мы могли бы применить и дать какие-то льготы. То есть, если мы редактируем электроэнергию, значит, мы должны понимать, кто снабжающий организацией. Это должны быть всегда на бюджет. Через широкую, через широкую, потом рабочую группу, потом дальнейшее обсуждение. Мне кажется, что вот это положение нужно будет разрабатывать в трех направлениях. Это значит, инвестиционные проекты в направлении развития, и которые сопровождают инвестиционную привлекательность города и района. Это первое. Второе, это связано с предпринимательством. И третье, это развитие сельского хозяйства. Создавая всевозможные комиссии, глистов, советчиков, чиновников, больше приглашайте их туда предпринимателей. Потому что, к сожалению, личное мнение, пока мы обсуждаем, бизнес не ракет. Мне сейчас опять могут сказать, что там федеральное законодательство, значит, у нас есть и региональное законодательство есть, и можно им руководствоваться. Но, пожалуйста, руководство, еще не руководствуемся. На сегодняшний день у нас практически мало фактов, когда мы, используя инструменты административные комиссии и другие инструменты, воздействие на нерадивых участников этого процесса и привлекаемых в то или иное действие материально, административно и так далее. То есть, получается, значит, не все это работает, и это не работает почему? Потому что должна конкретика. Это как на примере закона об общих принципах местного самоуправления. Закон об общих принципах местного самоуправления приняли, а субъекты федерации его не совсем до конца конкретизировали, и поэтому мы на сегодняшний день всегда находимся в определенных проблемах. Так и здесь есть федеральное законодательство, есть региональное законодательство, а нашего муниципального законодательства, которое бы уже, исходя из специфики конкретного населенного фонда, и специфики жилищного фонда, приняло соответствующие локальные нормативные правила акта, которые бы позволили бы упорядочить отношения. В данной ситуации многоквартирные дома, уважаемые коллеги, все больше и больше напоминают Гордеев Узил, который очень трудно развязывать. Проблема многоквартирных домов нам всем известна, и мы должны понимать, что только лишь комплексный подход к решению этой проблемы может ее все-таки сдвинуть с места и решить. Конечно же, в этой речке стоят три активных участника, три актера процесса. В первую очередь, это же, конечно, граждане города Финдисея, появляющиеся собственниками этих квартир, вытекнуть квартирных домах. Второе, это управляющие компании, значит, или ТСЖ, которые управляют этими домами. И третье, это муниципальная власть, которая в той или иной власти тоже принимает в этом участие, так как обязана обеспечивать на своей территории жизнедеятельность данного населённого фонда. Я вижу, что на сегодняшний день в каждом многоквартирном доме сфокусированы масса проблем, которые никаким образом или не в полной мере решаются. Почему это происходит? Первое, это происходит потому, что многие многоквартирные дома не имеют, то есть граждане занимают пассивную позицию. Эта пассивная позиция заключается в чём? Что они исходят из чего? Глава администрации или глава муниципального образования, или депутаты, или другие руководные структурные подразделения приедут, всё решат, всё рассудят. Сами очень инертно относятся к проблемам содержания и обслуживания своих домов. Гражданин этой квартиры имеет, кроме квартиры, имеет свою ответственность в общей домовом университете. Это его, и это их совместная собственность. По их совместной собственности проходят коммуникации, которые никаким образом не оплачиваются. Поэтому я ещё раз говорю, для того, чтобы нам, в общем-то, упорядчить отношения, я полагаю, что назрела такая ситуация, подумать о том, чтобы разработать типовое положение одно-квартирного дома и прописать все вещи. Чтобы у нас уже жильцы понимали, что они отвечают, они собственники не отвечают, они не муниципалитет отвечают, или там управляющая компания, управляющая компания, что она отвечает за то, что она обслуживает, за это она получает деньги. Вот очень часто, я уже много, как говорится, хожу, смотрю и вижу всё это дело. Очень часто граждане, они стараются вот здесь занять такую позицию, что вот, значит, все кругом виноваты, они здесь не при делах. Для того, чтобы этого не было, вот как раз вот это положение, типовое положение, а мы в квартирном доме, оно должно решать эти проблемы. Распределить в зону ответственности каждого участника, который тем или иным образом касается вот этого дома. Отдельная тема, очень больная тема, очень серьёзная тема, это тема подвала. Что такое подвал? Подвал это безопасность любого дома. Безопасность. Более того, многие подвалы, в общем-то, были в своё время ещё в советское время оборудованы и для других нужд, для нужд, когда в этом есть необходимость, укрыться населению и так далее. У нас на сегодняшний день, по крайней мере, я благодарен депутату Львову Татьяне Викторовне, это её инициатива. Она первая вошла, как говорится, в клетку, она первая пошла в подвал. Я и подхватил её инициативу. Пройдя все дома своего округа, я теперь прекрасно понимаю, что можно делать вообще по этому вопросу, не только на своём округе, а в целом в городе Кинесей. Буквально вчера, позавчера мы проводили совещание, связанное с общедомовыми нуждами, с оплатами, с проблемами населения. У нас капитальный ремонт входит по областному законодательству, такой элемент, как прибор учёта. То есть, дождавшись того года, когда ваш многоквартирный дом, в котором вы живёте, станет на капитальный ремонт по части замены системы отопления или системы холодного водоснабжения, канализации, при этом должен быть установлен прибор учёта. Считаю, что если планы такие составлены, то любой надзор, в частности жилищный, не должен требовать от управляющих компаний или ТСЖ более раннего установки приборов учёта, чем запланированный, потому что люди за это заплатили и начали уже платить. У нас рынок недвижимости квартир, а не рынок ценных бумаг, как Финляндия. Там, когда продают квартиру, продают ценную бумагу в акционерном обществе. Это рынок ценных бумаг, а у нас недвижимость продают. Хотя объекта, как многоквартирный дом, такого нет. То есть, он, когда строится, вроде бы это объект многоквартирный дом, а потом разбирают его на запчасти, то есть на каждую квартиру. И владелец доли является владельцем долевой недвижимости. Получается, что он считает, что государство ему чем-то обязано. Вот новые дома, где люди покупают квартиры на Криковском шоссе и других местах, они уже понимают прекрасно, что они покупают и здание, и придомовую территорию. Она вполне определена. Может быть, огорожена. Может быть, даже кто-то соберётся шлагбаумом поставить, чтобы санкционерный доступ въезд был на эти территории. Я не призываю, я говорю, теоретически это возможно. Но у нас в старых микрорайонах почему-то до сих пор люди считают, что государство им чем-то обязано. Государство предписало объединить понятие содержания и текущий ремонт в одном. Называется оплата жилья. Мы в строчке, в строчке имитации видим оплата жилья. Но там плата на содержание – это ежедневные какие-то работы, ежемесячные. Уборка, вывоз мусора, подметание, задвигание снега и прочее. Электрообородование. А есть ремонт. Это разовый. По итогам весеннего осмотра на лето планируются работы по подготовке к семье. Вот этих денег, как правило, не хватает. Проиндексировать, увеличить, потому что плата не увеличилась в большое количество варенья. А если трубы, действительно, гнилые в подвале, и иногда прорыв трубы, даже канализация осуществляется, а в результате это нужно убрать, у них других денег нет, кроме тех, которые от нас с вами полученных, идут на пополнение этих работ. В конце концов, у нас район свободный. У нас порядка шести семей, сейчас на памяти не вспомню. Управляющие компании по району работают. Две организации не получили в прошлом году лицензии и перестали деятельность. А почему тогда тракторами с моего округа вывозили с подвала дрова и все остальное? Где же была эта муниципальная инспекция? Ну, когда я прошел, как вы тут сейчас образно сказали, что там депутатам по подвалам ходить? Ну, там сами порядка наводят, разберется. Так что ж тогда там порядка-то не было? Ну, смотрите, есть ли люди? Ведь почему вы зашли в этот подвал? Наверное, было обращение граждан? Нет, не было обращение граждан. Это было инициатива депутата Иванова, но и Львовы я прошу проверку. В отличие от депутатской инициативы мы работаем только по заявлению. У нас есть плановая проверка. Мы спали на журчатой контроль, а мы стоим в виду вам. Борис Валович, еще раз. Хорошо. Значит, на сегодняшний день в моем обороне стоят подвала, стоят сарайи. Где жилищные инспекции? Эти сарайи на сегодняшний день не позволяют, не дают доступа, коммуникации. И управляющие компании, вот они сейчас сидят, жила выкивают. Не могут положить жилищные инспекции. Жилищные инспекции работают по заявлению. Если заявление от эксплуатирующей организации, которая нанята в управляющей компании, поступила бы или от любого лица, мы проверим проверку. А сами, что не могут пойти проверить, что ли? Нет, у нас есть плановая или не плановая. А плановая проверка, мы согласуем с прокуратурой в течение трех лет с момента создания общества. И не дарья там. Не плановая, по жалобам. Если мы просто так пойдем туда, это коротцогенный фактор, это нарушение. Мы не можем прийти и просто так проверять. Попадали из-за подвала. Кто там у них в блоке, кто у них там воды, целое море. Куда ее написать, куда никуда. В администрацию. В администрацию. Ну, хорошо, администрация большая. Скажите, телефон или конкретное лицо, которое отвечает. В частности, мой комитет, я отписываю инспектору, он проверяет, есть основания или нет провести муниципальный жилищный контроль. Потому, как вы сказали, есть основания. В течение трех дней выйдет распоряжение провести муниципальный жилищный контроль. И еще пять дней до его проведения. Прием граждан мы... Я до сих пор проводил прием граждан всегда. Область обратилась к нам. Требуются определенные часы для приема граждан. Хорошо. Получается, вместо пяти дней у меня теперь прием граждан в понедельник с утра до вечера, им в четверг, середины дня до конца рабочего. Пятиэтажный дом, длинный, огромный. Весь первый этаж в магазинах, весь, 11 магазинов там. Причем два ювелирных. Как они, жильцы, обращаются немножко крышу подлатать, немножко... У вас деньги, значит, у вас у дома денег. Как деньги? 11 магазинов. То есть, когда не создано ДСЖ, на нашем доме не создано ДСЖ. Управляющая организация работает, но создается совет на госпартирного дома. И там председатель. Количество членов совета в жилищном кодексе рекомендовано примерно кратно подъездом. Вот пять подъездов, примерно пять или семь членов совета многоквартирного дома. Они запрашивают управляющей компании, какие проблемы по нашему дому. Вот они на миллион. А у нас денег стоили 200 тысяч. Приглашаем на этот совет дома владельцев, собственников там, первых этажей, магазинов на первых этажей. Ведем с ним беседу, чтобы они даревое участие свое приняли не пропорционально квадратным метрам, а больше, потому что бабушка получает доход и проживает в комнатной квартире на квадратный метр столько, а у них доход на квадратный метр значительно больше. Вот и объяснение просто. То есть можно к ним, с ними поговорить, это в обзоровольном порядке, чтобы они это здание, потому что они управляли не только над пятым этажом, и подвал не только для отправления первого этажа, а в целом в этом доме все участвуют. Вообще первые этажи должны вносить ежемесячную плату участия в содержании текущих ремонтов во всех городах этой квартиры. Я не имею права влезть в эти вопросы, знаю от управляющих компаний, что они этим занимаются, но я допускаю, что в каком-то доме отдельный магазин может быть не платить за содержание текущей ремонта, но это вопрос как и этого дома и совету многоквартирного дома. То есть все должны принимать участие, другое дело, что первые этажи могут непропорционально, а большего участия это нет. Проходите все, пока государство будет вмешиваться вообще во все эти отношения. Мы живем давно уже не в социалистическом мире, и вот нас не раз уже возили куда-то там в Эстонию, да, смотреть, как остались. Там государство четко я сказала, ваше жилье, разбирайтесь сами, к нам никому отношения. А наше государство дает обман надежду, вот, пожаловаться. Это частная структура, управляющая компания, а мы создаем жилищные инспекции и все прочее от государства. У нас же нет доли государственного капитала, ну, в моей частной компании. И поэтому это бесконечный разговор, никто ничего не поможет. Так будут жители обращаться, а администрация будет принимать только заверки и ничего не делать. Нужно четко разграничить. Вот вы сами только что говорили, да, что мое жилье как машина, как мой частный дом. Я отвечаю сам без всякого государства за это жилье, нанимаю на подряд организацию, которая мне это поможет, или еще что-то сделает. Так и здесь. До сих пор на приватизацию это уже 10 лет, или сколько мы прогреваем, прогреваем, прогреваем. И в итоге вот эти обращения идут, эти 10-12% от граждан. И я больше чем уверен, я не открою здесь Америки, что касается многоквартирных домов, которые были построены в 60-х годах. Тут все про машину говорят. Вы машину покупаете в каком состоянии? На том состоянии, насколько мне деньги здесь стоят. Правда, да? Ну, в любом случае, да? А здесь вам, люди, да, получается, государство сделало с одной стороны благо, дало эти квартиры людям бесплатно. Бесплатно дало, да. Но в каких домах, в каком состоянии были дома? Это кому как повезло. Кому как повезло. Вот именно, что кому как повезло. Поэтому, понимаете, здесь нужно вот как раз мы, как власть, должны найти какие-то мечи. Если сегодня мы говорим, значит, вот это является каким-то причастным проблемой, значит, мы должны обращаться в законцы собрания, вот депутаты у нас есть. Значит, обращаться в законцы собрания субъекта федерации, значит, обращаться в Государственную Думу. Пускай решают этот вопрос. Потому что, если мы его решать не будем, то его могут решать по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok